Всем привет! Решил записать коротенькое видео. У меня сейчас сломался компьютер, на котором я монтировал все видео для канала. И поэтому временно недоступно. Я его сдал в ремонт, пока винчестеры не забрал. Поэтому с винчестерами, с материалом все в порядке, но там сломалась материнская плата. И как заберу винчестеры, тогда начну выкладывать видео. А пока решил записать на одном духу, так сказать, видео про Lenovo Watch 9. Тут особенно рассказывать нечего. Когда я смотрел китайский ролик про часы, там была такая фраза, что эти часы могут быть достойной альтернативой Mi Band 2. И я сразу скажу, чтобы вы там не ждали, кто торопится, можете... Эти часы никак не могут быть альтернативой Mi Band 2. И как умные часы, они нафиг никому не нужны. То есть, они как умные часы, они не котируются. Как обычные часы, они да, действительно крутые. Как умные, нифига, не подходят они. Все, дальше можете ролик закрывать, не смотреть, если вам дальше неинтересно. А я расскажу дальше, почему я так считаю. Во-первых, давайте посмотрим на коробочку. Вот так выглядит коробочка. Такая простенькая. Все здесь вот надписи. Вот техническая информация. Открываем часы, видим у нас инструкция. Инструкция на китайском языке с ссылками на приложения, где скачать для айфона и для андроида. Сами часики с вот такой вот наклеечкой. Вот. И сапфировое стекло якобы должно быть. Вот здесь я не снимал. Вот они с защитой IP67 или 58, по-моему. И у них то, что мне очень понравилось, это офигенный ремешок. Вот ремешок. Бип со своим ремешком не взлетает в абсолютно. То есть у ремешок у бипа, я даже подумываю ремешок вот этот вот снять и повесить себе на бип. Ну, пока еще не повесил. Давайте посмотрим часы. Как часы, они выглядят очень прикольно. Вот так на руке, допустим. Вот, если кому-то нужны часы, прикольные, с сапфировым стеклом, с хорошим ремешком. Ремешок гипоаллергенный. То есть, ну, он приятный. Его приятно, его на руку одеваешь. Ну, реально, как бы, он реально приятный. Сейчас попробую одеть. Ношу я часы на правой руке, но сейчас одел на левую, для того, чтобы можно было посмотреть, сравнить. Итак, про умность часов. Умные они, во-первых, приложения, которые я... Вот это вот есть здесь ссылка. Оно качается, все отлично, там за пару минут качается. Но оно нифига не устанавливается. То есть, мой Mi 6 не захотел его устанавливать. Ну, я дал все разрешения. И он отказался устанавливать. То есть, выдал ошибку. Это приложение не скачалось. Поэтому я пошел на FOPDA и скачал версию... Версию Burlaka Alex. То есть, пользователь Burlaka Alex, он именует себя. И вот я ее скачал. Из умности здесь только шагомер. Ну, в общем, сон, измерение сна. Ну, я этой функцией вообще не пользуюсь. Ну, и напоминания. Напоминания здесь на экране, уведомлений никаких нет. То есть, это просто вибрация будет. Если вам там прилетит сообщение, вот в этом приложении от Burlaka Alex. Там он поддерживает Telegram, Viber и другие приложения. Стандартное приложение, оно не поддерживает. Там оно, по-моему, только Outlook или еще что-то поддерживает. Но уведомления, да. То, что будет вибрировать часы, когда прилетают уведомления. Измеряя пульса здесь нет. Здесь пульс в этом приложении. Ну, дебильная вообще идея. Я не знаю, кого они хотят развести этой идеей. То есть, пульс просто включает фонарик. Якобы мы должны закрыть палец фонариком палец. И он как-то тут будет его измерять. Я так и не понял вообще, как это работает. Но мне кажется, что это вообще бред. Потому что, ну, какой фонарик и никаких датчиков, ничего нет. То есть, вот мы закрыли, и он якобы меряет. Ну, я не знаю. Может и есть татчики, конечно. Ну, кто его знает. Вот. 119 ппм. Я не знаю, в чем это вообще говорит. Но мне кажется, что это бред силой кобылы. Вот. Закрываем его. Далее. Ну, здесь немного вообще, как бы, да. То есть, ну, шагомер. Шагомер вообще это как бы бестолково. Потому что, ну, он есть даже в mp3 плеерах за 2 бакса. То есть, сейчас его пихает везде этот шагомер. Поэтому ради шагомера часы покупать, ну, смысла никакого нет. Интересных каких-то тут настроек нет. Ну, профиль. Кстати, зарегистрировался я тоже с трудом. Он не принимал пароль. Я там обычно ввожу пароль с верхним регистром, с нижним регистром, там, шифтами и так далее. Вот. И спецсимволами. Он у меня не принимал пароль, пока я не ввел. Обычно просто маленькими буквами в нижнем регистре. И просто несколько цифр. То есть, без всяких там восклицательных знаков, собачек и так далее. То есть, если у вас проблема с регистрацией на Lenovo, да. На Lenovo ID получения для регистрации в этом приложении. Просто введите пароль какой-нибудь попроще. Просто из маленьких букв и парочка цифр. Можно просто маленькие буквы. Там минимум 8 цифр, по-моему. То есть, самый простой, какой можете придумать. Без спецсимволов. Тогда он пропустит. Также синхронизируется он отлично. То есть, без каких-либо проблем, там, глюков и так далее. Но у меня и Mi Band все отлично засинхронизировался. Далее. Он прикольно. Мне понравилось. Но вначале понравилось первые там несколько секунд. Ты когда его синхронизируешь, он время подтягивает с телефона. И стрелки начинают сами крутиться и становиться на то время, которое нам нужно. И у меня, получается, были... Они стояли вот здесь на 11 часов, по-моему. А включил я и начал синхронизировать их в 10. И они вот это 5 минут крутились, пока все не прокрутится. То есть, минутная стрелка крутится, и с ней вместе крутится часовая стрелка. И они крутились, ну, не знаю, там, минут 5, может, чуть больше, может, чуть меньше. Вот, пока они стали на то время. То есть, у меня, грубо говоря, они стояли там на 10, а было время полдесятого. И они вот это вот пока весь циферблат не прогнали до того момента, чтобы дойти сюда. Ну, это, конечно, утомительно. Не отстают, то есть, я несколько ими попользовался, они не отстают. Все идет, ну, прекрасно, время совпадает. Вот, здесь есть маленькие сечения, то есть, есть большие, да, вот эти вот 4 стрелки, которые видно хорошо. И в темное время они не подсвечиваются, но видно их достаточно неплохо. И есть вот такие вот серенькие, маленькие, как бы метки, отметки. Я не знаю, будет видно, не будет, отсвечивает. Вот, здесь циферки и какие-то метки. Я не знаю, зачем это, вот надпись Lenovo. Вот, я не знаю, зачем это, но толку никакого я в этом не увидел. По поводу ремешка. Ремешок, скажу, он классный, он мне очень нравится, он бомбовый. Но у Mi Band'а ремешок лучше. У Mi Band'а он за счет того, что он округлен, не скапливается под ремешком, то есть, они водонепроницаемы. То есть, у них можно мыть руки, умываться там, допустим, и купаться в душике. И вот такие вот ремешки плоские. Вот у меня, допустим, в Bip'е такой же плоский ремешок. Я его просто ненавижу. Брал миланскую петлю, но я ей везде прилипаю магнитом. И вернул обратно родной ремешок, и он там гипоаллергенный. Но у меня за счет того, что собирается влага вот здесь, их нужно снимать периодически, чтобы рука отсыхала, потому что вот здесь у меня вот уже как бы натертость такая образовалась. За счет этого, ну, здесь будет такая же проблема. Если вы будете мочить руки, вода будет здесь обросла. То есть, лучше их снимать перед тем, как моетесь, потом одевать. Либо сняли, умылись, потом их там сдвинули, допустим, выше, вытерли здесь насухо и задвинули. Но все равно влага будет оставаться, и это будет предоставлять какой-то дискомфорт. Ремешок классный, но никак не Mi Band. Его сравнивали с Mi Band. В общем, как смарт-часы, то есть, резюмируя то, что я уже тут наплел все, как смарт-часы, они никудышные. То есть, это нифига не смарт-часы. Как обычные часы, они прикольные, стильные такие, да. То есть, все сделано качественно. Вот. Ну, блин, они классные часы. То есть, там, одеть себе там под классический костюм или там под спортивную одежду они подойдут. Как обычные часы. И считать их смарт-часами, ну, это бред вообще. То есть, я... У них меньше функций, как у смарт-часов. Меньше функций. Меньше функций, как в приложении, так и в самих часах. Даже, чем у первого Mi Band. То есть, у которого не было вообще экрана. То есть, у него больше смарт-функций было, чем у этих часов. Вот. Поэтому, как смарт-часы, я их вообще рекомендовать не могу. Китайцы нам наврали, что достойно альтернативы Mi Band 2. Вообще, я считаю, что Mi Band 3 пока ко мне не дошел. Но на данный момент Mi Band 2, как к фитнес-трекеру, нет альтернативы. Даже вот эти вот бипы, конечно, они покруче Mi Band 2. Но за счет того, что здесь вот такой вот плоский ремешок, вот это вот неудобство, оно мне доставляет дискомфорт. Мне их нужно снимать. Mi Band я вообще не снимал по полгода. Ну, как бы снимал только на зарядку. Вот. Эти постоянно нужно снимать за счет того, что вот ремешок сделан так. Если бы сделали такой более закругленный, как у Mi Band 2, я думаю, было бы намного круче. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!